Не детская забава. Взрослые люди все чаще покупают игрушки не детям, а себе. Маркетологи назвали такую целевую аудиторию «кидалты», что в переводе с английского «взрослые дети». Эксперты связывают возросший интерес взрослых к конструкторам и пазлам с целым рядом экономических и социально-психологических причин. О них расскажет мой коллега Кирилл Комаровский. Кирилл, чем же увлекаются взрослые? Ну, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому я подготовился. Вот сначала я принес. Это игрушки наших коллег и сотрудников. Сначала я принес вот такого вот гнома, пожалуйста. Какое чудо. Да, займет свое почетное место здесь, ну или упадет, большой разницы нет. А дальше, соответственно, такой тематический журнал есть, ну и, наверное, ключевая игрушка. Я себя чувствую как на поле чудес, да, сейчас выставляю. Вот это вот такой вот самосвал. Он, кстати, приехал к нашему коллеге из города Слободского. Это все состоявшиеся люди, значит, наши с тобой ровесники. И их в среде называют кидалты. Кидалты – это люди, которые, став взрослыми, даже добившись определенных успехов, остаются детьми в смысле своих хобби, досуга и так далее. Ну, на самом деле, наилучшее, наверное, телешоу, которое прославляет кидалтов – это теория Большого Взрыва. Там молодые люди уже старше 30-ти вступают в брак, делают успешную научную карьеру, при этом они покупают комиксы, строят лего. Эксперты назвали вообще три группы, которые чаще всего покупают игрушки. Первая – представители поколения Икс, родившиеся вперед с 1965 по 80-й годы. Ну, и миллениалы – 1981-2000 годы. Вторая группа – бездетные пары, ну, а третья – это холостые потребители. Ну, а что заставляет взрослых людей, так скажем, впадать в детство? Психологи выделяют несколько причин. Первое – чувство ностальгии, ну, здесь все предельно понятно. Второе – чтобы самовыразиться. Конструкторы машинки купит не каждый, ну, и, соответственно, таким образом люди, ну, как сейчас модно говорить, проявляются. И третья причина – чтобы заглушить эмоциональные страдания. Есть еще категория тех людей, которые переживают очень сильный стресс. И вот этот стресс для того, чтобы с ним справиться, они начинают покупать какие-то игрушки, которые направлены на контроль своего эмоционального состояния. И еще такая большая категория коллекционеров, которые таким образом отвлекаются от текущих проблем, потому что вот у меня есть коллекция, я смотрю на нее, я чувствую себя удовлетворенным. А производители игрушек, вот, видя взрослых, они как-то переориентировались? Ну, на самом деле, да. Например, крупный производитель конструкторов выпускает целые линейки для взрослых. Они такие тематические, там, по фильмам, по мультфильмам и так далее. Это сказывается и на продажах. Они как раз-таки идут вверх. В первой половине прошлого года компания сообщила о росте выручки на 1%, до 4 миллиардов долларов, и росте потребительских продаж на 3%. Это мировые данные, пишет коммерсант. В России все куда скромнее. У нас ажиотажа вокруг конструкторов нет. Здесь надо большую делать скидку на менталитет. И у нас он все-таки немного другой. То есть у нас такого, что взрослые люди тратят много денег на игрушки, это, ну, просто будет как-то странно. Даже, наверное, для поколения, там, миллениалов. Немножечко это будет странно. Ну, за исключением, там, настольных игр каких-то. Это чуть другая история. Ну, чтобы тратиться, там, достаточно серьезно вкидывать деньги в куклы, в мягкие игрушки, конструкторы, там, еще во что-то и так далее. Ну, просто посмотрят, покрутят у виска. Ну, и вот как раз-таки насчет этих покручиваний у виска. А те, кто в зрелом возрасте покупают игрушки, расстройствами никакими не страдают, подчеркивает психолог, то есть с этими людьми все хорошо. Это, скорее, такое необычное хобби. Так что, если ваш спутник собирает, ну, скажем, коллекцию каких-то пингвинов керамических, например, с ним все в порядке. Что ж, Кирилл, спасибо большое за такую увлекательную и полезную информацию. Спасибо тебе. Мы продолжаем.